Малый и средний бизнес поверил в то, что, во-первых, нематериальный актив — это действительно актив, актив полноценный, и научился с ним работать наряду, как сейчас выясняется, с нашим банковским сообществом. Я предлагаю послушать Георгия Зауровича Котляра, который расскажет нам о том, как проект развивается, какие есть субсидии, какие есть условия для того, чтобы малый и средний бизнес поднял голову и начал взаимодействовать с Министерством, с Роспатентом, с НГС. Здравствуйте, вы, мои коллеги. Для начала вопрос на засыпку. Кто из здесь присутствующих является субъектом МСП? Согмите, пожалуйста, руки. Так, у кого из здесь присутствующих есть оформлены на вас результаты интеллектуальной деятельности, объекта интеллектуальной собственности? Товарные знаки не считаются, я так понимаю. Ну, товарные знаки не берем. Вот смотрите, вот мое выступление в первую очередь для вас. Значит, о чем мы говорим? Мы сейчас говорим о том, как получить деньги в 2020 году. В 2019 уже маловероятно. Что за деньги? Кто может получить? Субъектом МСП. Сколько денег? В следующем году есть в бюджете 60 миллионов рублей, которые можно получить вообще относительно просто. и 540 миллионов рублей до 2024 года. За что? Просто так не бывает. Бывает за получение кредита под залог прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую вам, вам и, может быть, кому-то еще. Исключительные права, которые принадлежат, должны принадлежать субъекту МСП. На что? На компенсацию части понесенных задрак. Про что я расскажу чуть позже. И вот как я расскажу. Значит, смотрите. Первое, с чем мы столкнулись, это то, что объект интеллектуальной собственности сейчас не является каковым ликвидным активом в понимании банков. Поэтому его в залог берут не очень охотно. Также его стоимость банки оценивают достаточно низкую, потому что для них вопрос в необходимости перепродажи в случае невыполнения, в случае субъекта. И еще одна проблема – это то, что субъекта МСП, как правило, не хватает иных активов у инновационного субъекта, то есть заводов-пароходов. Но не всегда, к сожалению, есть, хотя хотелось бы. Что для того, чтобы эту ситуацию справить, мы сделали на федеральном уровне с активным частьем представителя Роспатента. Мы в рамках федерального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, про который наверняка многие из вас слышали, знают, описали некое мероприятие, в рамках которого мы создали механизм поддержки и кредитования под залог интеллектуальной собственности. Что предполагает этот механизм? Он предполагает… Во-первых, я вам расскажу по показателям. Мы хотели бы, чтобы до 2024 года было выдано 31 миллиард рублей кредитов. И на это мы зарезервировали некий объем средств федерального бюджета. Значит, что предполагает механизм, который предусмотрен уже упомянутым 535-м постановлением правительства? Значит, первое, вы приходите в банк. Банк, являющийся партнером либо корпорации МСП, либо МСП-банка, либо региональных гарантийных фондов. Значит, и вы получаете гарантию в этих структурах. Там различные условия есть, гарантии корпорации МСП могут открывать до 100% размера кредита, если кредит меньше 50 миллионов, ну или до 75%. При этом вы даете банку в качестве, помимо обеспечения вот этой гарантии, да, даете в залог объекты интеллектуальной собственности. После этого вы приходите в Минэк, к нам, и говорите, «Георгий Заврович, компенсируй мне, пожалуйста, уплата вознаграждения организации, предоставившейся деньги». То есть это может быть до 2,33% от стоимости, от объема гарантии. И часть средств на уплата, на части процентов за пользование кредитом. Раз в год мы готовы предоставить вам деньги. В порядке очередности, то есть кто первый пришел, того и так. Теперь, что у вас за интеллектуальная собственность должна быть? Это может быть изобретение полезной модели, промообразец, программа для ИВМ, база данных, топология, интегральность микросхем и даже товарный знак. Но товарный знак, обращу ваше внимание, идет вместе с, должен быть в дополнение к перечисленным видам и видам, поскольку мы все-таки исходим из того, что наш механизм должен стимулировать именно инновационные компании. С товарными знаками все-таки чуть попроще. Исключительные права, как я уже обратил ваше внимание, должны принадлежать заемщику. То есть, история про то, что группа компаний, которые исключительные права, принадлежат в одной структуре, при этом кредит получает другая структура. Такое, к сожалению, у нас не проходит. Просто правила, установлены другие требования, и у вас должна быть четкая связка. Правообладатель, заемщик, получатель субсидий. Обращу ваше внимание также сразу, поскольку мы говорим про выделение денег, хочется, чтобы вы сразу их получили. Это то, что обведенный кружок синими, такими овальчиками объекта интеллектуальной собственности должны быть зарегистрированы в Роспатенте. Это по законодательству, по правилам представления в СИДе. Это залог должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Теперь есть целый перечень требований к заемщику, что достаточно широкое. Заемщик должен быть субъектом МСП по российскому законодательству, российским субъектом МСП. Он должен осуществлять на виды деятельности в неких трасслях. Но видите, здесь достаточно широкий перечень, и желающие смогут попасть, мы специально это не ограничиваем, поскольку мы понимаем, что инновации могут быть как угодно, где угодно и welcome. У вас не должно быть задолженности перед Родиной, то есть каких-то налогов, сборов, субсидий, вот это все вы должны погасить, все должно быть хорошо. Но не банкроты. Значит, дальше. Вот перечисленные требования, я их, по сути, уже описал. Более подробно эти все требования прописаны в 533-м постановлении. Значит, для получения субсидии предоставляется перечень документов. Заявка, копия договора, копия кредитного договора, там, всевозможные справки, что у вас все хорошо, что подтверждающие то, что я обозначил ранее. Значит, заявка должна быть подана до 1 ноября. Вот у нас сейчас, вот 1 ноября, кстати, тоже можно подать, да? То есть до 1 ноября 2020 года, чтобы получить заявку. Ну, чтобы получить субсидию, вы можете подавать заявку. Ну, опять же, я скажу, что, повторюсь, кто первый пришел, тому мы и даем средства. Теперь, как вообще происходит наше взаимодействие с вами, со многими из вас. Заемщик приходит в Минэк, уже получив кредит, подбираем все, как парад за МСП, получает заявку, подает заявку. Значит, мы это все смотрим, да, комплект вашим материалом в течение пары дней, понимаем, что у вас все хорошо, у вас правильно оформлена заявка, которая достаточно простая. Значит, если у вас чего-то, каких-то документов хватает, и они как-то не так, вот, именно чего-то не хватает, да, мы в течение пяти рабочих дней попросим вас дослать эти материалы, да, напишем на электронную почту. Дальше, проходит некий процесс взаимодействия с корпорацией в рамках министерства, значит, направлено на то, чтобы проверить те документы, которые вы предоставили, что вы действительно субъектом МСП, что у вас нет задолженности, что все хорошо, да. У меня, к сожалению, вот, так случилось, что не очень много народу занимается в рамках министерства этими вопросами, да, и коллеги из корпорации, с которыми вы уже взаимодействовали, скорее всего, к этому моменту, они нам помогают, они уже с вами так или иначе знакомы, либо они, либо в МСП банк, либо в гарантийные фонды, ну, в общем, контакт есть, и вы для корпорации, а, соответственно, и для нас понятный рециплиент поддержки. Обращу внимание, комиссия, да, что такое? Комиссия – это некая структура, которая понимает, что вы получили такой-то объем, заплатили такой-то объем средств, да, за получение гарантии, и такой-то объем средств заплатили за представление, за, по-кредиту процентов. Да, соответственно, в рамках комиссии принимает решение по конкретному объеме средств, которые мы вам можем дать, да, если средств осталось чуть меньше, чуть меньше, нежели вам полагается, да, потому что просто все выбрали, да, в этом случае, ну, как бы, мы отдадим столько, сколько у нас есть. Поэтому, вот, здесь тонкий момент, имеет смысл к нам подавать заявку ближе к концу года, да, ну, в тот момент, когда вы максимальное количество процентов и вознаграждений за предоставление гарантии уже заплатили, да, чтобы мы вам могли дать больше денег, но при этом не очень дотягивая. Вот, и в совокупности, то есть в течение 45 дней мы предоставляем вам, в течение 45 рабочих дней предоставляем вам субсидию, субсидию, либо говорим, что денег нет, ну, сказать, что денег нет, мы можем сказать вот здесь, вот, либо здесь, да, значит, что денег нет, и, в общем, в течение 45 рабочих дней мы даем вам ответы. Ну, здесь есть нюанс. По законодательству мы должны спросить, что вы сделали на эти деньги? Вы в течение 5-15 рабочих дней со дня окончания финансового года, ну, вот, 29 января 2020 года это актуально для тех, кто подавал заявку в этом году, значит, но в течение 5-15 рабочих дней вы должны нам направить информацию, которая указывается в договоре, что вы хотите сделать, что вы уже, на что вы потратили эти деньги, да, потому что в рамках этого вы прописываете, я хочу на, вот, я на полученные деньги, там, купил телевизор, там, не знаю, 100 тысяч, ну, может быть, если это очень важно, в офисе, например. Вот, или холодильник, да, промышленный какой-то, кто знает? Вот, вы представляете нам такой простенький отчет, и те деньги, которые вы не потратили, к сожалению, пойдет свернуть, поэтому лучше, чего вы выполняете все свои планы. А, значит, куда смотреть? Что-то их стоят для постановления. Вот оно есть в консультанте, в финальной редакции, там все четко и ясно. Значит, есть специальный, сделали имейл, айпи-субсидии собакайконами.гоф.ру спешите, и мы вам всячески постараемся ответить. Сразу, как можно быстрее. Значит, здесь, да, в рамках этих субсидий, нет, не возникает вопросов стоимости вашей интеллектуальной собственности, да? Нет. Это все максимально просто, понятно, да, лишь бы у вас были исключительные права, и вы, как бы, дали банку. Спасибо вам большое. По айпи-субсидии вопрос, сейчас тоже, пока не улетел. Дайте хотя бы 30 дней на отчет. 15 января целевой отчет предоставить. Нам тоже надо рабочих. Рабочих, да, уточняет предприниматель. У нас был разговор с Нью-Йоргием Зауровичем, не за долго до 1 ноября. Я убеждал, что мы успеем довести несколько сделок, которые у нас сейчас в работе, в ручном режиме. До логического завершения люди успеют подать заявки. Но 1 ноября уже прошло, поэтому мой вопрос, что называется, из зала. А можно ли будет тем предприятиям, которые реально договорятся с банками еще до конца 2019 года, подать на субсидию и получить ее не только за, получая 20-го года, которая пройдет, но и за 2019 год. С 2019 год получить уже нельзя. То есть эти деньги... Погашаются только те ваши выплаты по процентам и за получение гарантии, которые прошли в текущем году. То есть вы можете договориться с банком о том, чтобы погасить процентов за большее количество периодов. Если вам это засчитывается и банк дает соответствующие подтверждения, все понятно? Значит, подписание договоров в четвертом квартале фактически закрывается. В четвертом квартале, ну, четвертый квартал у вас, да, ну, гарантии, гарантии выгодов уже точно. Если все успеете сделать 1 ноября, все. Ну, да, в этом году все. Да, есть следующий год. И до 2024 года включительно. Понимаете? То есть все можно получить только теперь с 20-го года, 1 ноября следующего года. То есть до первого. С 1 ноября все. Да, 1 ноября, финальный день. Со 2 ноября все, больше заявки не приняли. А два раза можно отдать? Нет, один раз в год. Два раза в следующем году, то есть в одном году получили, и в следующем году получили, да. По тем, можно подать на компенсацию тех затрат, которые вы понесли в отчетном году. То есть вы заплатили по процентам или за гарантию в 20-м году подали, в 21-м году заплатили, подали. Георгий, еще вопрос. А может ли субъект МСП договориться сразу с несколькими банками? С одним заключить одну сделку по залогу, с другим другую. И как единый субъект, у которого большой портфель прав на интеллектуальную собственность, прийти к вам и по этим двум сделкам получить компенсацию? Или только по одной первой? Ограничений нет. Ограничений нет. Оптимальный формат подачи – это один кредит, одна гарантия, но тоже это неограниченно. Один патент, да? Ну, один или не один, да. Но у вас есть… Вы должны давать некий объем интеллектуальной собственности, которую я обозначал, да? Базл, да. Зарубежные патенты тоже подходят? Ну, если есть зарубежные патенты, то, конечно, есть российские патенты. А если есть российский патент? Ну, один российский, да. Один российский, самое оно. Потому что для нас важно, чтобы был российский патент, потому что на что вообще рассчитан этот механизм? Конечно, в первую очередь, на поддержку вас, как субъекта ФМСП, но для нас также важно, как я уже говорил на бинарном заседании, нам важно развивать сам механизм, саму интеллектуальную собственность, как институт, да? То есть формировать некую позитивную практику получения в составе обеспечения, да? То есть банки, в любом случае, получая интеллектуальную собственность в залог, они это как-то переваривают, да? И вот там формируется некая процентная ставка стандартная, которая сейчас у банков. Процентная ставка может варьироваться, да? Здесь надо по процентной ставке, по гарантии, да, говорить с банком. Да, то есть, может быть, там, возможно, пойти в МСП-банк, да, и получить гарантию корпорации МСП, и это, как бы, такая вот работная практика. Да, пожалуйста, у вас там было написано «залог» или «со-залог». Что бы «со-залог», то есть, например, наверное, будут случаи, когда предприниматель просто берет стандартный кредит под залог недвижимости, просто туда вставляет в кассе дополнительного обеспечения какому-то малюстике патент, который стоит 50 копеек, и, соответственно, получается, есть вот какой-то предприниматель. Да, вот так можно. То есть, так можно, да? Можно, если патент, как вы понимаете, там 50% того, чтобы нет. У меня все сумма кредита. Нет, все убрали, нет, убрали. То есть, смотрите, еще один момент. У вас здесь нет ограничения на долю интеллектуальной собственности в стоимости залога. Нет. Вот. Да, то есть, да, может быть и так. Потому что банки очень критично относятся к основному обеспечению, потому что оно идет в ЦБ, и надо обосновывать стоимость перед ЦБ. Совершенно верно. Мы это понимаем. Банк может в качестве основного обеспечения взять автомобиль или ликвидную имущество стоимость, которую можно доказать, а в качестве доп. обеспечения, которое не будет учитывать цивилизирование, взять все, что угодно, там, по любой цене. И вот если вы попадаете на какие-то секретарные собственности, это тоже будет возможно получать. Да. Поэтому, как мы говорим, что идет о том, как вам получить деньги. Вопрос по кредитной организации. Только банки могут покупать? Банками, да. Банки-банки. Метрофинансовые не могут? Малорез. А фейер-трофинансовые не могут? Нет. Слойные банки. Да. Изначально все задумывалось как точка входа с базой на национальную гарантийную систему. Когда мы провели изучение и изучили опыт зарубежных государств, например, Китая и Республики Корея, которые не просто являются лидерами в области интеллектуальной собственности, но еще оказывают серьезную государственную поддержку своему малому среднему предпринимательству. Если, например, сравнить с Россией, сейчас немножечко времени уведомо аудиторию в сторону. Дело все в том, что у нас в Российской Федерации, если посмотреть на общую базу,